История России в фотографиях представляет 180-летию фотографии Эпизод 8. Стереофотография Стереофотография от греческого stereos – пространственный. Это фотография с 3D-эффектом, то есть создающая иллюзию объемного изображения. Чтобы сделать стереопару, нужно снять один и тот же объект с двух разных точек зрения, стоящих друг от друга по горизонтали на расстоянии стереобазиса. А стереобазис – это расстояние между глаз, которое в среднем равно 65 мм. Рассматривание стереопар через стереоскоп было любимым светским развлечением, похожим на просмотр кино, которое появилось чуть позже. Во многих домах держали стереоскопы с коробками стереопар. Особенной популярностью пользовались стереопары с путешествиями. Стереопару можно было сделать обычным фотоаппаратом, который следовало перемещать из одной точки в другую – двумя фотоаппаратами или специальной стереокамерой с двумя объективами. Именно такая стереокамера была у врача Голицынской больницы, известного театрала, охотника, путешественника, коллекционера и библиофила Александра Васильевича Живаго. Живаго увлекался фотографией, был членом Русского фотографического общества. С 1919 года он работал в Музее изящных искусств, которому и завещал свою обширную фотографическую коллекцию. Живаго снимал на стереокамеру вироскоп Ришар. Это был удобный и компактный фотоаппарат. Стеклянные пластины размером 4,5 на 10,7 см рассматривали через стереоскоп той же фирмы, его называли «Таксифот». В фотоколлекции Александра Живаго стереопары из его поездок по миру и по России, по окрестностям Москвы и старым русским городам. Он хранил не только свои стереопары, но и снимки кузена Бориса Вострякова из путешествия по Европе и Америке, а также коллег-врачей, участников русско-японской войны, Петра Постникова и Николая Холина, которые в составе Русского Красного Креста работали в прифронтовых госпиталях в 1904-1905 годах. На их фотографиях весь путь военных врачей по китайско-восточной железной дороге из Москвы до Китая. Всего в коллекции Александра Живаго несколько тысяч стереопар, и все они снабжены подробными комментариями владельца. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова